Они сыграли на руку Кремля и с лёгкостью в 2014-м предали Украину, надеясь на то, что за это Россия вознаградит их сполна. Но есть известная пословица «предателей не любят нигде». И она очень показательно работает именно в РФ. Самое главное, что мы сегодня должны с вами самоорганизоваться. Так называемые ряды самообороны в феврале 2014-го без зазрения совести вступил и атаман крымского казачества Сергей Акимов. Мы просто поддерживаем порядок уже целых две недели. Не стесняйся, вставайте сюда, вставайте сюда. Вот так, пошёл дальше. Вот так. Дальше, по два. Стоит напомнить, что отряды самообороны – это военизированные формирования из местных жителей, которые помогали российским военным захватывать Крым. Конечно, как и полагается, Акимова Кремль тогда наградил за помощь аж несколькими медалями. У меня лично четыре медали за взятие Крыма, за возвращение Крыма. На этом благодарности со стороны российского руководства для атамана Акимова закончились. Уже очень скоро он на своей шкуре прочувствовал российскую реальность. Крымский казачий-кадетский корпус, находящийся в селе Бугаглинка, сейчас стоит на вопросе расформирования. Без основания, без законного всяких пояснений, дети раскиданы в разные школы. В 16-м стало известно, что частное учебное заведение «Крымский кадетский корпус» собираются закрыть. Родители кадетов и крымские казаки во главе с атаманом Акимовым вышли на митинг в защиту специализированной школы. «Слава Богу, что мы казаки! Слава Богу, что мы казаки!» «Ну, я думаю, что, скорее всего, это помещение кому-то нужно было тогда, тогда, сразу по году». Акимов пытался защитить учебное заведение, в котором работал сам. Но выразить свое недовольство ему, как и многим другим пришедшим на митинг, так и не удалось. На акцию протеста пожаловали представители правоохранительных органов. «Мы никому не мешаем, не нарушаем общественные порядки». «Кто окажется, мы доставлены в центральный отдел полиции». «Для проведения собрания, митинга, шествия, пикетирования, любого мероприятия, вы должны согласовываться с администрацией города Симферополя». «Не согласовали!» Так называемые власти Симферополя, конечно же, не согласовали митинг против закрытия кадетского корпуса. Акция протеста закончилась весьма традиционно для РФ. «Руки убрали!» «Руки убрали!» «Руки убрали!» «А мы!» В числе задержанных людей ожидаемо оказался и Сергей Акимов. Врученные ему Кремлем медали за возвращение Крыма, к сожалению, не помогли избежать наказания. «Одна медаль, потому что дал Путин, второе – Министерство обороны Российской Федерации. Так все, но медаль, которую нам надо выкинуть, если нужна. На счет его!» Ну а вскоре за нарушение закона о проведении массовых мероприятий российский суд Симферополя присудил двум казакам, организовавшим митинг, максимальный штраф. «20 тысяч штрафов присудили. Не взяли во внимание характеристики, выданные народным оттолчением Республики Крым. То же самое не взяли во внимание также за услуги по защите народа Крыма в период февраля по апрель месяц». А ведь сразу после аннексии Крыма предатель Украины Акимов вошел в так называемый Общественный Совет Симферополя, вел программы о казачестве на местном ТВ, работал в кадетской школе. Но это продлилось недолго. «Русский мир, Россия, вы говорите. Вот вам, пожалуйста, отношение даже казакам, защитникам, когда нужно. То есть говорят, это защитники России, защитники русской земли. А когда нет, вот вам результат, пожалуйста». А еще казачий атаман до российской оккупации активно занимался своим бизнесом. «У меня было 12 магазинов. Политикой вообще не занимался никак. И по налоговым, по всему остальному никаких проблем не было. Можно было работать спокойно, тогда развиваться». После закрытия кадетской школы Акимов подался в активиста и занялся общественной деятельностью. И как вы можете догадаться, с предпринимательской деятельностью ему тоже пришлось распрощаться. «У меня тоже здесь было, кстати, при Украине 8 точек вот таких вот. Так вот, один такой, что при Украине, от 6 тысяч долларов и выше. Представляете? А сейчас просто люди побросали». Настоящий русский мир очень быстро показал свое истинное лицо крымскому казаку. «Грамят, уничтожают Крым. Мы видим, что творится застройки. Непонятные какие-то микрорайоны лупасят там на 50 тысяч жителей, да. Вырубают леса. Ну, много чего очень того, что не делалось при Украине, скажем так». Сегодня Сергей Акимов может очень много рассказывать о том, что Кремль творит на Крымском полуострове и какие у него главные цели в отношении Крыма. «Идет колонизация Крыма для переселения людей с России. В основном, конечно, военные, потому что я на сегодняшний день тоже так же понимаю, что Крым как Крым, он уже не нужен, а как нужна, как военная база». От оптимизма, связанного с приходом России, у атамана Акимова сегодня не осталось и следа. «Мы сейчас в каком-то тупике. Не просто ничего не меняется для Крыма, а еще становится хуже в Крыму. Хуже в Крыму. А будущего нету для Крыма. Нету будущего». Об этом известном предателе Украины мы рассказывали не раз. Бизнесмен Олег Зубков, владелец Ялтинского зоопарка и парка Львов-Тайган. «Если будет команда выйти за пределы парка и пополнить ряды самообороны, то мы это обязательно сделаем». «Крым вновь стал российским и решил заказать три памятника Александру Суворову, Екатерине Великой и Владимиру Путину». Проблемы с бизнесом у Зубкова начались уже через год после псевдореферендума. Сначала так называемый прокурор Крыма Наталья Поклонская обвинила владельца зоопарка в избиении охранника. «Трехлетний тюремный срок, пусть и условный, к нему Олега Зубкова приговорили за жестокое избиение охранника электрическим шнуром». Проблемы у бизнесмена нарастали с каждым месяцем. И в высказываниях начали проскакивать нотки сожаления о событиях 2014 года. «Вы знаете, сегодня в Крыму идет передел собственности, и мои парки считаются прибыльным бизнесом. И есть вице-премьеры, которые положили на них свой глаз». Прозрение у крымского бизнесмена произошло практически мгновенно. «В проекте стали подвергаться жестоким нападкам, и я узнал, что такое российское законодательство на самом деле, в худшем его, так сказать, варианте». Еще в 2017-м Зубков жаловался на то, что власть не дает ему нормально работать и вести бизнес. Но при этом владелец зоопарков уверял, что Крым покидать не собирается. «Нет, нам милостливо разрешают работать, но нас не ценят и не уважают. Уезжать из Крыма – нет, нет, я не собирался и не собираюсь. Это все слухи и происки врагу». Но уже в 2019-м мнение Зубкова кардинально изменилось, кажется, и по этому поводу. «Когда я пожил в российском кошмаре, вот я задумался о переводе своего бизнеса. И сегодня мне пришлось выводить свои активы из Крыма и налаживать бизнес в другой стране, в Португалии». А ведь в 2014-м успешный владелец популярных в Крыму зоопарков надеялся, что с приходом России полуостров превратится в курорт мирового масштаба. Но получилось все наоборот. «В Украине, к моему счастью, мне было, простому русскому человеку, позволено заниматься бизнесом, строить свои зоопарки. К сожалению, всего этого я недопонимал и не ценил». Скажем, новым днем и новым высказыванием Зубков все более жестко отзывается о русском мире, русских законах и порядках. «Пониматься бизнесом в Российской Федерации крайне сложно, крайне тяжело. Для этого нужно быть либо членом партии единонасосов, либо приближенным к каким-то олигархическим кругам». Кстати говоря, Олег Зубков недавно вместе с другими пророссийскими активистами заявил, что они собираются создать новую команду, оппозиционную для главной партии РФ «Единая Россия». На мероприятии присутствовал также Юрий Мешков. Напомним, это бывший пророссийский президент Республики Крым, которого в 1995 году за сепаратистскую политику украинская власть отстранила от должности. После ликвидации должности Мешков получил российское гражданство и уехал в Москву. В марте 2014-го он на радостях вернулся на полуостров и очень рассчитывал на то, что после псевдореферендума именно он снова займет пост главы Крыма. «Я принес клятву народу Крыма и не отрекался от него никогда». Мысли о так называемом референдуме на Крымском полуострове вызывали тогда у Мешкова самые позитивные эмоции. «Это блестяще, это великолепно. Это сразу получили результат, которого мы вот эти 20 лет добивали». Но вскоре радость бывшего крымского президента-сепаратиста сменилась настоящим негодованием. Крымский полуостров в составе РФ он видел совсем другим, не говоря уже о так называемом новом правительстве полуострова. «Это отребия, у которых нет ни совести, ни чести. Это даже не крупный бандит Аксенов. Его назначили главным бандитом. Но он же мелочь. Но эта мелочь за деньги убивала других». Новость о том, что управлять Крымом после псевдореферендума будет гоблин Аксенов, просто шокировала Мешкова. Ведь он прекрасно знает, что за человек Аксенов и какое у него прошлое. «Потолк обрушился денег из России. Они в ужасе от того, что они успевают по карманам эти деньги растолкать». Все мечты, ожидания и надежды сепаратиста Мешкова на прекрасную жизнь под крылом Великой Российской Федерации вмиг превратились в разочарование. «Ничего хорошего не ждет ни Крым. Это вот оскорбление Крыма тем, что бандит во главе». И сегодня Мешков в открытую уже говорит о том, что на пятый год оккупации большинство людей в Крыму просто разочаровались в России. Жить им становится все сложнее, а доверие Путину ежедневно падает. «Можно дурачить народ в короткое время, но нельзя дурачить народ долго. Пять лет хватило». Вскоре после появления этого видео в сети стало известно, что Юрия Мешкова арестовали. «Пожалуйста, пройдите со мной к автомобилю». Как оказалось, Мешков вместе с Атаманом Акимовым, экс-бизнесменом Олегом Кочаровым и еще одним пророссийским активистом Ильей Большедворовым собирались подойти к Путину во время его мартовского визита и задать волнующие вопросы о ситуации на полуострове. Но вместо этого они все оказались в автозаке. «Заявление написано, я, это Акимов Сергей Владимирович Атаманов, кирлял памятник». «Подошли офицеры, представили, сказали, что есть заявление, что я в состоянии наркотического питья». Формально им вменили желание нанести вред памятникам в центре города. А на самом деле, скорее всего, таким образом активистов предупредили, чтобы те меньше высказывались в отношении беспредела на полуострове. Они надеялись на то, что Россия своих не бросает и обязательно оценит такие старания. Но предатели не любят нигде. И вместо сказочной жизни, о которой мечтали, все они получили жестокую реальность, в которой теперь даже не видят будущего.